Добрый вечер! Ну вот у нас состоялся суперматч и не была одержана Спартаком Великая Победа. Эту Великую Победу одержал Краснодар и, в общем-то, ну так называю вещи своими именами, ну так повозил, повозил, поигрели счет. И что вы можете сказать по этому матчу, Владимир Михайлович? То есть Спартаку предстоит расстаться с чемпионскими амбициями. Уже несколько экспертов об этом говорили. Котэ Генич у меня сказал на ресурсах. То есть вот такая ситуация. Сергей Александрович, видите ли, мы ждали этот матч. Жаль, что он произошел вот после длительного перерыва. Да. Но этот матч должен был ответить на целый ряд наших претензий к Спартаку. Или эти претензии мы должны были списать как случайные, ветром принесенные. Либо это основание для серьезных наблюдений и рассуждений. Мы с вами долгое время говорили и в предпоследней, в последней передаче вы меня спрашивали о моей озабоченности. Я же вам сказал, что я все время, не являясь болельщиком Спартака, все время болею за Спартак. Только потому, что игра московского Спартака имеет огромное значение на болельщикую среду всей страны. Если Спартак претендует серьезнейшим образом на звание лучшей или одной из лучших, это поднимает рейтинг вообще боления в стране. Вспоминая наш с вами еще и совсем недавний разговор о ВЦУ, вина в потере болельщикской среды имеет, конечно, отношение к Спартаку. То, что Спартак в последнее время потерял вот этот вот великий большой флаг главной чемпионской команды страны, и это имеет непосредственно отношение вот к этим вот высказываниям ВЦУ и подсчета потери интереса. Поэтому я вам всегда говорил, Сергей, я очень внимательно слежу за Спартаком и переживаю, что будет и что может случиться. Я вам сказал, что с моей точки зрения, те приобретения Спартака, которые он приобрел, сделал точнее, в течение нынешнего сезона, они отличаются от тех приобретений, которые сделали его непосредственные конкуренты. С моей точки зрения, их приобретение интереснее, сильнее, лучше и бросаются в глаза. Вы подвергли определенному сомнению, что есть имена в Спартаке, которые должны, особенно об этом говорили много и долго специалисты и комментаторы каналов. Вы назвали фамилию Генич в частности, понимаете? Но, посмотрев последний матч, я пришел к выводу, что я не ошибся. Не ошибся. Безусловно, Спартак не просто он хуже играл, чем Краснодар. Он и должен был играть хуже, Сереж. В Краснодаре команда сильнее. Футболисты мощнее, быстрее. Чувствуется напористость команды. Чувствуется задор чемпионский. С ними, чтобы им показать, что такое Спартак, нужны другие футболисты, которых у Спартака нет просто, Сергей. Они расстались с группой своих футболистов, а других футболистов, которые они приобрели, играют совсем не лучше. Если не сказать хуже. Вот это меня беспокоит в данном случае. Сначала я увидел с Локомотивом такую игру. А теперь я вижу, что главный тренер Спартака не находит ответов. И с командой Краснодар. И все это происходит в Москве. Поэтому, что же я могу сказать, Сергей, у нас у всех глаза есть. Мы все умеем говорить правду. Во всяком случае, сами себе. И говорим эту правду. Что, видимо, в этом году Спартаку не очень будет. Ну, Владимир Ильич, ну как не, уже же, ну, мягко сказать, не очень. Уже 11 очков отрыв. Ну, Сергей, вы не правы. Это ерунда, в конце концов, 11 очков. Ну как, это 4 победы. Это надо, чтобы Зенит 4 раза проиграл. Я бы ими пренебрег. В прошлом году во втором круге были такие вещи, потом вдруг подравнялись. Поэтому мы уже имеем опыт. Но дело в том, что оснований для оптимизма нет. Нет же оснований для оптимизма. Можно было сказать, помните, я вам говорил, что если в Краснодаре футболисты вернутся, лучшие футболисты, темнокожие, вернутся из своих сборных, подготовиться вовремя как следует, они покажут любой команде, что такое надо играть. Так оно в данном случае и происходит. Хотя поначалу, если вы помните, Краснодар начал три ничьи, в общем-то, со слабейшими командами страны. Что было удивление у всех, что Краснодар не может забить. А там некому было забивать, несколько футболистов в физические кондиции не пришли, а несколько еще даже не приехали. Но теперь вот Краснодар, что называется, вернулся на круги своя. И мы увидели, мы с вами долго рассуждали о том сюрпризе, который преподнес нам Спартак в начале чемпионата, когда сыграл 0-0 с футболистами «Зенита» на их поле. И оптимизм появился. Но он только появился и тут же зачах. Никто из иностранных футболистов, даже Барка, о котором много говорят, как мы перед футбольным матчем назвали лучшим футболистом сентября, ничего не показал. Не просто плохо сыграл, он просто ничего не показал. Он просто растворился в том великолепном матче, который был со стороны Краснодара. Он там что-то бегал, суетился, пару раз на него посмотрели, посмотрели и заменили его, так? Да. Ну вот просто вот в чем вопрос. Был ли у Спартака возможность сравнять? Да, у Спартака было всего 2 возможности. Еще 2 более-менее. Один, правда, из них просто случайный, но тем не менее. Были 2 возможности забить. Спартак не сумел забить. Он просто даже был не готов эти голы забивать, понимаешь? А Краснодар тоже лопухнулся. Надо-то было 5-0 делать. А они всего-навсего 3-0, и тот третий благодаря случайности. Я правильно вас понимаю, вы считаете, что просто селекция Спартака провальная по сравнению с теми игроками, которые взяли конкурента? Нет, не считаю. Тогда давайте расширим эту... Нет, Сергей, вы понимаете, но если вы говорите, что Барка классный футболист, а это же приобретение... Да, за 15 миллионов. Если вы его выделяете как лучшего в сентябре, я не разделяю эту точку зрения Российского футбольного союза, что это лучший. Но это не Российский футбольный союз, это лучший в Спартаке. Лучший в Спартаке. Не в РПЛ, лучший в Спартаке. Вы понимаете, я не могу сказать, что Спартак полностью просел. Я просто не вижу чемпионской игры. В данном случае ведь в Спартак пришел и главный тренер со своими тренерами. И пришла целая группа новых футболистов, которых привел сам тренер. И сам тренер сказал, что направление его футбола будет несколько другим. И что мы увидим это в ближайшее время. Правда, я вам задавал вопросы. А как же он определил это направление, если он ни одного матча чемпионата России по футболу перед приездом в Россию не посмотрел? Или он сделал вывод, что если он играл в Италии долгое время, а потом тренировал две команды. Одну в Сербии, а другую в Венгрии. Это дает ему основание полагать, что он везде все побывал и все знает. Помните, я поставил этот вопрос? У меня большие сомнения в этом. Это еще не пришли холода, Сережа. Холода-то, футбольные холода российские не пришли. И он еще не поездил в отдаленные места России. Он только начинает это. Я вам помните, сказал Сергей, вообще-то сетка футбольных матчей очень благоприятствовала «Спартаку». «Зенит» еще не успел разыграться, «Спартак» с ними сыграл. Это очень важно. «Спартак» сыграл несколько после неудачной игры с слабенькой командой. «Спартак» проиграл, но потом стал в Москве показывать неплохие игры. Особенно в Кубке страны. И мы сделали выводы, что что-то в «Спартаке», посмотрите, как неплохо стали «Спартаковцы» забивать. Убрав ненужных, как им казалось, футболистов. А вдруг неожиданно, вы помните в комментарии, но вы не смотрели по телевизору, вы на стадионе были, потому что ваш друг Константин Генич все время ссылался на то, ах, как жалко, что не хватает в «Спартаке» Соболева. Он был бы очень кстати. Но что, мол, говорить, если он уже в другой команде. Так вот, Сергей, когда мы говорим о том, что я не сказал ни одного слова о том, что «Спартак» сделал плохие приобретения. Они не лучшие приобретения. Вот здесь все-таки надо это подчеркнуть. «Спартаковские» футболисты, иностранные, их довольно много, они просто не лучшие. Они явно уступают, явно уступают тем клубам, про которые я сказал в предыдущей передаче. То есть, приобретение «Зенита», приобретение «Локомотива», приобретение «Краснодара», приобретение «Динамо» есть «ЦСКА». Я сказал про «ЦСКА», а вот совсем недавно ко мне присоединился наш эксперт, который добавил еще, что «ЦСКА» не вызывает сомнений, что лучше приобретение, но и «Динамовское» приобретение значительно отличается от «Спартаковского». Во всяком случае, как он сказал, во всяком случае в «Атаке». Ну, простите, а что «Спартаку» тогда остается? Есть уже даже и «Динамов», который проигрывает уже неоднократно и удивляет своей нестабильной игрой, выделяют как лучшее, чем «Спартак». На что «Спартаку»? В общем-то, только на седьмое место. Шестое-седьмое бодаться остается. Это по праву сильного, как бы, если мы рассуждаем по праву сильного. То есть, лучшие играют лучше, худшие играют худшие. Понимаете, вот и все. В этом смысле, Сергей, я, например, не отчаиваюсь. Я смотрю на «Спартак» нормальными глазами. Я увидел вначале и сказал, вот команда неплохая, шестое место. Вот реально место шестое. На большее я пока не вижу, за счет чего «Спартак» бы мог бы претендовать на место выше шестого. И это, мне кажется, не обидное для «Спартака». На что называется... На что закупились, на то и играете. На что закупились, на то и играете. Вот нормально, ничего здесь страшного нет. Или что? «Спартак» предполагал. Проксите, Сергей, перед уходом из «Спартака» Соболев, он сказал, что я не вижу в этой команде способность играть в тройке лучших. Просто. И это не понравилось руководству. Малышев там и еще целая группа сказали, ну как такое, как такое можно говорить про нашу команду. Ну выходит дело, Соболев зрит в корень, он говорит правду, понимаете. Ну и кроме него, кроме него целая группа футболистов высказывается сейчас. Я так чувствую, и Зиньковский, наверное, там что-то не то понимает в футболе. Главный тренер лучше понимает, чем он, понимаешь. Поэтому он не стал не попадать в двадцатку лучших. Поэтому, ну все, не только он, я говорю, в «Спартаке», есть другое мнение. Я не соответствую своим пониманиям тому, что хочет «Спартака». Валерий Михайлович, ваше мнение тогда о Станковиче. То есть было много восторгов. Олег Иванович говорил, что это вот там классный тренер и прочее. Был разговор такой. Значит, что вы думаете? Я говорил, поэтому, мы же с вами все видели, что главный тренер «Спартака», великий Олег Иванович, только что на колени перед этим тренером не стал. Каком восторге он был после пяти первых игр, проведенных. Не увидеть слабости для Олега Ивановича. Но я не удивлюсь, что Олег Иванович в это время читал философские какие-то книги свои очередные. А в чем слабость Владимир Никачевич Станковича на вашем? В незнании российского футбола. Он не знает, что... Понимаете, он не знал, что его ждет. Как вот один эксперт, мы с тобой, по-моему, сказал. Такое впечатление, что ему «Спартак» даровал право в этом году сориентироваться по силам то, что нужно и тому подобное. Он не чувствует силы других и вообще чемпионат России пока не чувствует. Поэтому, когда стоит на бровке, он серчает время от времени и удивляется, почему его команда играет слабее. А его команда и должна играть слабее с этими командами. Главное, чтобы с Оренбургом не проигрывать на их поле. Вот главное, с Оренбургом не проигрывать и с целым рядом других команд не проиграть. А вот с этими командами ты проиграешь 100%. Это видно, потому что те и быстрее бегут, и соображают быстрее, и сильнее бьют, и точнее бьют. И вообще, в целом, лучше понимать, что происходит в российском футболе. Ну вот смотрите, Владимир Николаевич, получается, что у нас что произошло? То есть Станкович новый, штаб новый, спортивный директор Амарал тоже новый. Ну то есть мы имеем дело с руководством... Как новый? Сколько он уже? Три года? Амарал-то? Нет, Амарал. Два? Амарал всего лишь год. Амарал всего лишь год, он еще года не проработал. Он пришел в январе, Владимир Николаевич. Ну, в декабре, в конце прошлого года. Но я о чем говорю? Для усиления Абаскаля понимания футбола. Чтобы, да. Чтобы его снять. Мы видим, что штаб Спартака на данный момент, он действительно проводит первый полноценный сезон. Ну вот и все. Так не будем ему палки в колеса тогда вставлять? Пусть поигрывают, просто ничего им в этом сезоне не светит. Вопрос вот это, но с другой стороны, вот были на матче руководители Лукойла. Я вижу, то есть вот они приехали. Они там тратят где-то, я думаю, миллиардов 15 в год. Да, мы все говорим про Зенит, там сумасшедшие траты. Действительно так, еще будем говорить о Зените. Ну вот люди приехали, там тренера взяли. Вот они играют с командой Галицкого, которому приходится этой команде путешествовать из Краснодара до Москвы. Лучший игрок, который летел 38 часов, да, значит, не провел ни одной полноценной тренировки. И они выходят и возюкают Спартак на поле, где 25 тысяч болельщиков болеют против них. Ну я думаю, что люди в Лукоиле должны задать вопрос, а того ли мы там специалистов? Они занимаются нефтью и отчасти газом, и продажами. Они футболом не занимаются, они просто хотели посмотреть, как там себя чувствуют их деньжонки, вложенные в Спартак. Пришли, посмотрели, они же, насколько я понял, они... Но деньжонки чувствуют себя не очень хорошо. Нет, нет, то, что Леонид Федун, когда был Федун с Заремой, тут никуда не попрешь. Леонид Федун все понимал, что происходит, а Зарема еще больше, как футбольный агент. А здесь руководители Лукоила ни разу не подчеркнули свои способности понимать, что происходит. Они сказали, попросили нового главного тренера, купили нового главного тренера, попросили группу футболистов приобрести, приобрели группу футболистов. Под кого подобрали этих футболистов? Лично по просьбе главного тренера. Он то ли по росту всех подбирал, ну, за исключение Жозе, по-моему, да, на которого сейчас каждый, кто хочет плюнуть в Спартак, на него, на этого Жозе-бразильца, да, показывает пальцем, как можно такого брать. Ну, еще Абена, понимаете? Вот хотят свалить на двух футболистов. Вот если бы их двоих не было бы, ну, Жозе-то особенно это и не ставят, понимаешь? Ставят Абену, типа того, что, ну, некого в защиту ставить. Перепробовали всех, всех перепробовали и совсем не понимают, ну, плохой, понимаете? И вот на них у нас умеют специалисты в области футбола сразу выбирать нескольких вот футболистов, которые явно, явно дают сбой для команды. И на них показывают пальцем. Нет, все остальные, Сергей, все остальные девять человек, это просто гроза российского футбола. Вы имеете в виду пару, что набрали малышей, да? Это нет, вы понимаете, подбирал их, подбирал их лично, лично главный тренер Станкович. Он сказал, он знает, кого взять. Он знает футбол, он чувствует футбол. Правда, игру Спартака в...